не мог быть извлечен учениками. В это время отец подходит к отцу и просит исцели. Господь говорит приведи сына твоего. Вот что такое приведи? Вот это надо все представить перед собой. Иногда Господь не встречался здесь конкретно. Приведи. Это не просто болезнь, а болезнь душевное поражение. Должна быть личная встреча с Господом. Вот когда мы говорим заочно, это одно. А когда встретимся, и бывает совсем мнение другое. Даже много о человеке знает, но личная встреча может все перевернуть. Сколько на царя говорили плохого, на царя Николая? Ну вот арестовали. Это такой кровавый Николай, это такой злой человек. Ну охранять надо такого поставить, который бы ненавидел его. И нашли такого, кто ненавидит. С большим революционным стажем. Ссылки, тюрьму прошел в Кобылинске. Проходит месяц, и он подает рапорт. Уберите меня, я охранять не могу. Он честный революционер был. Я полюбил царя всей душою. Оказался совсем он не таким человеком. А он ничего с нами не делал, просто своим обиходом, разговором, движениями. Он всем показал, что он особая личность. Он ненавидел царя, которого большевики ему показывали. Он реального не знал. Должна была произойти эта встреча. О нас многое говорят. Вот мне, ну неудобно сказать, епископ говорит. Когда говорили, лично обо мне, ну я там думал, как, а приехал, да засоревался, тот, говорит, этот человек или нет. И на посту о Павла говорили, в посланиях он сильный, а в личном присутствии вещь его слабая и не внушительная. Только здесь наоборот рассказал. Поэтому мы должны заботиться о своем имидже. То есть, как мы выглядим, когда разговариваем, на что обратить внимание, потому что после нашего ухода остается там, где мы были, какой-то запах, благоухание. Возлюбленный мой, кисть, называет, растение особо похудшего моей груди. Там, где мы были, после нас обязательно остаются какие-то разговоры. Это везде. Если, конечно, мы не молчали, не просто потупи-почи были, а свидетельствовали, говорили, нас будут обсуждать. И обязательно заметят одно качество, бескомпромиссность. То есть, мы не должны никому подыгрывать. Ну ты мог бы по-другому сказать? Конечно мог. Так почему, что не сказал? Я собирался ехать в Америку, и я упирался, не хотел, говорю, я все испорщу, поеду. И только меня один человек сказал, ты, у тебя есть какая-то цель-то, кроме того, что ты вот думаешь, да? Ну ты помолчи, что той цели достигшь. Притом только молчи, ты нигде не слухаешь. Все равно не промолчал, все дело испортил. Речь шла о том, без чего я не могу жить. Речь шла о проповеди, о работе с молодежью, у них там этого ничего нет. Ничем, я говорю, вы не отличаетесь от московской патриархии. Это было убийственно для них. Они мне сразу вне закона поставили, как будто это не я. Только на руках буквально носили, мгновенно они меня вычислили. Все. Я говорю, я не хочу с ними быть вместе, с московской патриархией. Но надо работать. Вы знамя отрицательные качества, которые поносите, а у вас это все то же самое. Я посмотрел, когда должна и у кого быть личная встреча и с кем. Книга Тавита, 7 глава, 9 стих. Вы знаете, это односюжетный рассказ о том, как больны было два человека, и ангел Рафаил был постан с неба исцелить. Но можно было этих людей свести между собой. И они пошли к одной царе, девушка молодая. Но почему-то эту девушку, кроме женихов, полюбил и демон. Асмодей. И как только женихи помещаются, все, к постели, он тут же в постели его задушит. Похоронили второй. Вот атакует рано или поздно, натолкнется человек. А я тогда стали говорить, это ты, говорит, их душишь. Темирых задушило. Да, во-первых, этого невозможно было бы. И когда он рассказывал, какая она хорошая ангела, он видит обыкновенного брата Азария шел, то Товия ее заочно полюбил. Но пока не видел, он еще не видел, какая она хорошая, эта сара. В каком страхе Божьем ее воспитали. Какая она целомудрная, стыдливая. Только один раз за столом побыл, сразу ангела вызвал, говорит, брата Азария, о чем мы дорогой говорили, пусть бы это совершилось. Раз она мне предназначена, сильно понравилась она мне. Личная встреча многое меняет. Люди воюют против. Но когда лично встретятся, близко познакомятся, чтобы они могли переменить мнение. Мы должны себя показать, что мы даже никак не другими не можем быть. Мы христиане. У нас особые слова. И чтобы все заметили, что мы любим Господа, мы любим Слово Божие, мы жертвенные. И это не наигранное, это просто с нами побыл человек, и все. Вот у меня был такой приехал, а он настолько избалованный женщинами, настолько вниманием их, он весь избалованный. Да и живет в достатке. Я ничего этого не знал. Я только посмотрел, как он на женщину одну на другую глянул на вокзале, я сразу ему выговорил. Да ты же ее прям раздеваешь глазами. Смотришь. Это на него. Одна фраза подействовала так, что он с кем приехал, он их оставил с баптистами. И перешел в православие, и стал священником. И сразу говорит, слава памяти, ваша комната, такая бедность в Божестве, и что там в ней делается? Личная встреча, переломила все, а ему наговаренный против, когда он ехал. Притча Соломона, 22 глава, 2 стих говорит так. Богатый и бедный встречаются друг с другом, но того и другого создал Господь. Конечно, если я бедный, я мечтаю об этом встрече, а богатый от меня отстраняется. Вот сейчас этот богатый человек за 5 минут до богослужения позвонил, первый раз я с ним поговорил. Ясно, что он помог, помог хорошо, и мы свели нас уже, а у меня одно только, чтобы он познал Господа. И это подвигает вас, но это еще не все. Вы приезжайте сюда, вы своими глазами увидите, как любить Господа. Я вижу, у него голос спокойный, я говорю, в этом мире все ненадежно, а у него только что погибли ему жена и сын, 17 лет, он говорит, я это уже все понял, и голос сразу печальный, такой стал. Богатые и бедные встречаются. Я считаю это, и сразу это нахожу. И он принял участие, просто деятельное участие в моих долгах. И я тут же ему сразу напомню, но если люди, жаждущие получить спасение, вы поговорите с ними. Пусть они тоже примут участие в том, что имеем мы. Мы многих накормим хлебом. Пророк Исаия, 64 глава, 5 стих говорит, Господи, Ты милосленно встречаешь радующегося и делающего правду и любящего Тебя. И ты встречаешься с Ним. Значит, чтобы встретиться с Господом, нужно миловать кого-то, быть радостным, быть верным Слову Божию. Это все содействует встрече. Господь сказал, бесноватого приведите. Он ничего не понимает. Но нам ставится определенное все-таки условие. Радующиеся о всем, что Господь говорит. Это все содействует нашей близости к Господу. Иные слышат, не понимают. Говорит, ну а почему во мне вот что-то не получается? Нет встречи с Господом. Ходил с бабушкой, привык ходить. Должна быть личная встреча, как у апостола Павла. Он был Саву. Ты должен это ощутить. Я вчера был такой, сегодня у меня все переменилось. У тебя есть желание всем рассказать об этой радостной встрече с Господом. В Деяниях апостолов, 17 глава, 17 стих. Встречали апостола Павла ежедневно на площадях и привлекали всех, кто достоин. Они узнавали, как люди склонны к истине, рассказывали им. И Павел беседовал только о Боге. У него не было никаких разговоров. Вот приезжает и рассказывает о чем-то. Ты мне расскажи главное. Там люди верили в Бога. Там знают Христа или нет. И они сразу говорят, ты что-то странное влагаешь в уши наши. Мы никогда такого не слышали. И они любили слушать всегда новое. Тут же собрали собрание Павла в Ариапаге и он стал говорить. Павел-то знал многое, все страны объехал. И он не стал не говорить о достопримечательности, как сейчас был у гроба Господней где-то. Он стал говорить о живом воскресшем и вознесшемся Господе. Что мы умрем. Вы это знаете? Да, знаем. Но мы и воскреснем. Как воскреснем? Воскреснем. Анастасиус. По-гречески. Анастасиус. И они говорят, какую-то Анастасию проповедуют. Они не поняли, каких-то неизвестных нам божествах. Мы должны людям говорить о воскресении из мертвых, когда придется отвечать за все дела. И там будет еще одна встреча с Господом. Самый главный праздник это не Среди меня. И даже если уже по самому большому счету взять, даже не Пасха лично наш праздник, а наше встретение с Господом. Что польза в Пасхе, если я с ним не встретился? Что польза в остальном, что я делал, если у меня встречи со Христом не произошло, и после воскресения из мертвых я буду отослан в ад? Тогда все остальное, это какой смысл было? Здесь, ну, имел, да, достаток, был, жил, радовался. А зачем это все, если главного-то нет? Поэтому все оправдано тогда, когда ты будешь спасен. В авторозаконе 7 глава 10 стих ненавидящие Его Он лично воздаст. Слово лично, такое редкое слово в Священном Писании, по пальцам-то считать, что каждому, кто не встретился в жизни с Господом, при личной встрече Господь воздаст там. Все предстанут при лице Божьем. Приведите Его ко Мне, притом привел тут Отец бесноват, а там приведут ангелы. И от четырех ветров соберут все, все гробы раскроются. Земля, пепел, все превратится в того же самого человека. Приведите ко Мне, эта фраза зазвучит в судный день, когда Господь будет на облаках. Кажется, приведите, ведь совсем немного оно значит, а на самом деле это ежедневно. Приведите в храм ко Мне, говорит Господь. Приведите к моим дарам ко Мне, Господу. И каждый день, когда мы садимся за стол, Господь говорит, приведите ко Мне, чтобы разумом мы поняли. Это дал Господь. Это не благодаря только моим трудам. Нет, это Господь дал мне. Во втором послании к Коринфянам, 10 глава, 11 стих. Такой пусть знает, каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Если о нас какое-то мнение уже составлено, то в личном присутствии вполне это может перемениться. Вот я скажу, что если местный епископ воюет, только заочно. В личном присутствии мы с братьями сходили, он вышел, оставил двух протеереев, вышел со мной вместе, обнял и поцеловал. Это за глаза уже, человек не твердый. В личном присутствии это вы самый тот и есть. А мне в Тобольске столько о вас рассказывал, отец Сергий Пестов, священников их. Видите как? Поэтому если у нас что-то по отношению кого-то меняется, в худшую сторону неплохо было бы вспомнить об этом, встретиться. С глазу на глаз. И лично переговорить, ты говорил или нет, ты узнай лично. Не спеши, говорит, грозить ему. Игорь Исход, 23 глава, 4 стих. О том, чтобы правда Божия приближалась к каждому, когда мы будем искать ее. Исход 29 глава, 4 стих. Моисей поверил привезти Аарона и сыновей в предход с Кинью, чтобы обыть их одежды и помазать их в личном присутствии. Заочно таинства церкви не совершаются. Это тоже не случайно. А сегодня придумали, у католиков можно заочно подойти, по телефону позвонить, тебя исповедуют, все сделают. Должна быть личная встреча. Всегда. И в первую очередь это с Господом. Бога познать может только через молитву и через Слово Его. Чем чаще человек на молитву притекает к Господу, тем больше душа его открывается. Только слой какой пыли Господь это все убирает. Услышал добрую весть? Скорей на молитву. Только исполнилось желание твое. Даже что-то ты сделал небольшое и слышишь ответ тут же сразу на молитву. Если мешает тебе, ну где-то найди помещение, скажи Господу. Господи, благодарю Тебя. Чтобы эта личная встреча приведи ко мне, она звучала от Духа Святого, что Господь ждет нас. Он постоянно ищет нас. И 29 глава, 8 стих. Приведи их ко входу, в кине собрания и облики их. Я подумал, а где же нас Господь зовет, омыться? Конечно, в крещение. Приведите их ко мне. Значит, ко крещению нужно приходить сознательно. Ребенок не может подойти. Мы далеко-далеко зашли с этим детским крещением. В первую очередь, никакого указания нигде нет. И дальше мы видим, крещеные дети уходят никуда. Поэтому где-то надо все-таки говорить, чтобы крестили только у глубоко верующих детей. Я за детское крещение. Но не за такое, как сейчас идет. Приведите ко мне. И далее. Моисею сказано было от Господа. «И облеки их в Его присутствии». И числа 9 глава 6 стих. Господь призывает все колено левеяно и священников предстать пред Ним. Какие-то надо правила, видимо, для очень многих людей, чтобы проверить было, священники имеют встречу с Господом или нет. «Приведите их». Отдельно околение левейно шло. Там понималось буквально. Привели к Скинии собрание, помолились, помазали. Здесь должно быть другое испытание. Я много общался с сектантами и скажу, что у них это поставлено очень хорошо. обдумано. Вот адвентисты, они еретики, полновесные еретики. Но у них как избирают? Какой предварительный стаж? Где он проповедовал? Сколько людей обратил? И вот только прислали его сюда, вот как военное. Два года больше нельзя держать. Почему? Вот обрастают, любимчики появляются, и уже обстановка ненормальна. Через два года, может, из их среды одного изберут, а его на другое место, тут посложнее у них. Каждый год обязательно он должен две недели пробыть где-то в келье, отдельно молиться, прийти на встречу с Господом, проверить себя, все ли у меня идет правильно. У нас этого ничего не делается. И мы это все должны взять в себе лично. Так ли я делаю? И каждый день я от Бога получаю ответ на свою деятельность. А угодно ли это Богу? Второзаконие 22 глава 24 стих. если случится несчастье, а несчастье разное бывает. И кто-то встретит за городом обрученную девицу, обрученная, это еще она не выдана замуж, и ляжет с нее, и сделает ей насилие, она кричала помощи ниоткуда не было, приведите обоих к воротам города, и публично должна состояться казнь. и его, и ее. А если она кричала и не была помогающая, то убейте только его. Должна быть встреча с глазу на глаз пред всем народом и иметь оправдание. Вот этот принцип был нарушен советской власти, это настолько временное явление, как одного священника допрашивает, он сейчас пишет в газете, как ты относишься к советской власти? Он говорит, я считаю, это временное явление. Простые, понятные слова, это временное ушло, вечное то, что от Бога, когда поступает по правде. Во втором послании, вернее, царств, 14 глава, 10 стих, когда он изгнал сына своего Авесолома, Авесолом, царств, царя Давыда, сын, и он зарезал родного брата за то, что он родной брат изнасиловал сестру, это у него в семье все было, и он был изгнан и в другом месте жил, за государством, а у него остался здесь главный товарищ, министр вооруженных сил, а ему охота вернуть этого Авесолома, и он тогда научил одну женщину, ты пойди к царю, и вложил ей что сказать, пленку зарядил, и она пришла и стала рассказывать, вдова я, давно уже без мужа живу, и у меня два сына, и они на поле были, еще-то не поладили, был спор, и один другого убил, закон гласит, убийцу надо поразить, я согласен с законом, но у меня больше сына нет, и память мужа будет истреблена, разве нельзя закон изменить, я одна осталась, я не отдаю сына, спрятал, а народ говорит, не отдашь, мы тебя убьем, разве это справедливо, царь говорит, несправедливо, здесь надо коррективу в закон ввести, хоть и положено его покарать, но это чрезвычайные обстоятельства, она говорит, царь, поверь, это раба твоя говорит по великой нужде, я люблю так сына, я сказал, волос не с головы не упадет, сына, тогда она стала говорить, а кто тебя научил, царь говорит, и я, приведите тогда сына, а почему же ты сына-то своего не возвращаешь, изгнал его, сын, брат брата убил, уже сколько лет прошло, и сутки не возвращаешь, должна быть личная встреча, личная встреча не всегда полезна, царь говорит, вернется, пускай, но на глаза мне не появляются, вот и все, мы знаем, когда все-таки царь простил его, совсем, он сразу стал составлять коалицию против родного отца и Давыда сверху престола, это негодность, кровь в нем так и осталась, значит, личная встреча не всегда полезна, я бы сегодня с удовольствием встретился с краевым судью, но заперся, у него разные там охранники появились, раньше я запросто приходил, я думаю, изъяснил ему дело, и все дело было бы по-другому, опять, почему не допускать, я теперь уже размышления в другом тоне вижу, иногда у нас нет личной встречи, почему, по нашему недостоинству, что нам Господь покажет, Евангелие от Муки 14 глава 21 стих, о том, как Господь посылает собрать на брачный пир, многие отказались, а тогда он вторично посылает, идите, соберите и приведите сюда нищих, увечных, хромых и слепых, это повеление ко всем вам, мне, идите и соберите на личную встречу с Господом, Господь говорит, приведите ко мне, это к нам повелением, привезти нужно нищих, много нищих вокруг нас, духовно, ответить, они никто, они богатые, может быть, и денег много, а на самом деле они по профессии уже профессора, они бедные и нищие, приведите ко мне, Господь сказал отцу, которого бесноватый сын, люди беснуются в грехах, живут в беззакониях, не то, что там невенщины, считают священники за грехом, Христа они не знают, какое тут венщание, они не повенщины со Христом, приведите убогих, увечных, людей, изуродов, и грехом, это прямое повеление дается отцу, вы хотите быть отцами тех, которые никто нам, а они будут ваши духовные дети, приведите ко мне, приведите хромых, которые не могут идти за Господом исполнять его заповеди, приведите слепых, которые закон Божий не считает, правды не разумеют, и это повеление Господне касается сегодня каждого, и Лука 19, глава 27 стих, это уже в последнем времени, Господь скажет, а врагов же моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ним, приведите сюда и избейте предо мною, слово приведите ко мне имеет разный смысл, один для исцеления, другой для истребления, если кто здесь в жизни не расслышал этот голос, приди ко мне, он горько пожалеет, чтобы меньше было таких людей, которые не слышали голос Божий, это спросится уже с нас, если мы с кем-то разговаривать будем, мы скажем, я посланник Божий, вы не бойтесь эти слова, говорят, ну что ты себя пророка строишь, я в свой адрес всегда это слышал, да, Бог повелевает, чтобы люди все повсюду покаялись, чтобы слово Божие звучало, Иисус послал меня и сказал, приведите ко мне этих бесноватых, которые протестуют против Творца, во втором послании Тимофея, 14 глава, 4 глава, 11 стих, чтобы мы проповедовали Слово Божие и проповедью, как сетью захватили с лица земли как можно большее число людей, и они должны нас воспринять как посланников Божиих, каждое воскресенье наши братья идут по городу, я уже который раз слышу, как брат говорит, почему остальные не идут, под разными причинами сидите дома, придет время, вы будете очень жалеть об этом, в этой жизни многое повторяется, но в той жизни ничего не будет, там будут мучения, ад, там будет вечная радость, рай, но пострадать за Христа, получить ад или рай только здесь на земле, под этой возможностью, этим наказом, который получил несчастный отец и сын был исцелен, воспользуемся, и завтра, сегодня начните об этом молиться, братья, кто еще жив, и скажи, Господь, дай мне этот голос расслышать, что я слышал вчера, это ко мне, и утром встаешь и накажи, жена, ты завтра мне напомнишь, что меня Христос вечера ждал, звал, что завтра я обязательно пойду, не знаешь, как идти, посмотри, поучись у наших братьев, их не будет, и все дело-то ведь заглохнет, эта свобода, которой мы пользуемся, она кончится внезапно, сегодня нас никто не трогает, но то, что вы ходите по городу, это призыв Христа раздается, а завтра может быть совершенно поздно, аминь. Аминь. Аминь.